всем привет из франции мои самые наилучшие пожелания всем кто меня сегодня смотрит от моих новых подписчиков приходит очень много комментариев с таким вопросом как тебе удалось так измениться смотрела твои старые видео и сейчас ты выглядишь абсолютно по-другому как тебе удалось так похудеть девочки по поводу измениться изменилась только вес и цвет волос но все вы знаете как только мы теряем лишние килограммы не зря же говорят минус 10 кг минус 10 лет так и в моем случае когда ты полный вот такие щеки когда ты в таком весе весила я 85 килограмм конечно же так такой вес всегда прибавляет и возраст что касается диет да вы правы были и диеты почему возникают такие вопросы что были у меня видео про диету дюкан про то как когда я ходила к диетологам к нутриционистам из того периода до сегодняшнего дня единственное что мне действительно помогло не только похудеть но и улучшился рост волос я даже был период когда я делала наращивание поскольку волосы вот они вроде бы растут но они секутся и возможно это было связано с гормональным сбоем возможно это было связано с неправильно подобранной диете сейчас я нахожусь на интервальном голодании но голодание это знаете громко сказано я придерживаюсь такой формулировки это интервальное питание и это не что иное как не есть после 18 часов конечно основной принцип интервального питания заключается в том что мы соблюдаем режим пищевого окна и режим голода так сказать когда мы ничего не едим то есть еще важен конечно же гормон роста поскольку он вырабатывается в ночное время и самый такой высокий потолок выработки этого гормона это утренние часы поэтому не рекомендуется начинать пищевое окно раньше девятидесяти часов утра я начинаю в 10 утра и закрываю это окошко 18 в 19 вечера опять же многие говорят но те кто в теме опять же хочу сказать если вы не просто интересуетесь хотите сбросить лишние килограммы то добро пожаловать на мой второй канал захотеть похудеть там много информации много рецептов есть марафоны похудения но если вы просто интересуетесь то относительно интервального питания здесь все просто кто-то говорит нельзя перекусывать но я никогда не скрывала что перекусы в моем меню присутствует не всегда но они есть опять же какой огромный плюс интервального питания это то что мы можем есть все нет запретов вот как в протеиновых диетах вот к примеру диета пьера дюкана там исключаются сложные углеводы там исключаются фрукты присутствует вот это вот первая фаза атаки когда ты там чтобы был такой толчок она в принципе неплохо работает но такие жесткие диеты они не всем подходят по состоянию здоровья или у кого-то не хватает банально силы воли потому что я помню когда я была на дюкане то буквально ну после атаки и где-то пару недель чередования тебе хочется хлеба тебе хочется фруктов а можно только протеины и овощи то есть у меня там было сначала 2 на 2 2 протеиновых дня ну два белковых дня и два совмещенных дня то есть белки и овощи и потом был такой период когда было 5 на 5 5 дней только протеины и 5 дней совмещенных овощей протеины но опять же второй вариант он великолепно помогает сбросить вес тут уже и скрывать ничего не нужно но после такого сброса веса когда 5 на 5 вес у меня быстро заново набрался единственное что действительно мне подошло и помогло похудеть без вот этого эффекта ее когда мы худеем набираем худеем набираем тем более если кто не в курсе у меня полностью удалена щитовидная железа и как бы людям без щитовидки удерживать вес похудеть в начале и удерживать вес очень сложно но благодаря интервальному питанию вы можете опять же сравнить когда я только начинала и сейчас вес не возвращается ну и конечно же чтобы не было просто бла-бла-бла я вам покажу примерно меню на день как я питаюсь сейчас конечно она отличается в один день может быть что-то одно в другой день что-то другое если вам будет интересное видео такого плана дайте мне знать и периодически я буду выкладывать мое меню и какие-то советы для того чтобы вес терялся и не возвращался завтрак сегодня у меня будет порция творога весом 100 грамм 4 чернослива это вот такой вот специфический творожок он больше похож на такую знаете плотную простоквашу ну по вкусу очень очень вкусный и чашечка кофе на перекус у меня сегодня будет один из моих самых любимых экзотических фруктов как его еще называют это драконий фрукт он бывает с красной мякотью и из вот такой вот белой по вкусу он чем-то вот похож как бы немножко от банана есть и немного от киви очень такой приятный свежий вкус особенно есть из холодильника летом то вообще то что надо как говорится также в нем содержится витамин c и большой процент кальция плюс этот фрукт очень полезен худеющим поскольку он нормализует функции кишечника и желудка также ежедневно я выпиваю не менее двух литров воды стараюсь большую часть выпить до обеда или хотя бы там до 14 до 15 часов сейчас вот 12 видите от первой бутылочки осталось совсем немножечко и вторая часть будет у меня на вторую половину дня но после 19 вечера я стараюсь воду не пить если хочется пить если ты ощущаешь жажду то пью 2-3 глотка но не больше чтобы не было потом отеков даже не могу передать насколько я была довольна что в нашей пекарни где мы чаще всего покупаем хлеб начали выпекать вот такой вот ржаной хлеб и здесь как вы видите добавлены семечки подсолнечника маг кунжут по вкусу этот хлеб очень напоминает вот тот наш украинский черный круглый хлеб не знаю продается ли он во всех городах но в суммах этот хлеб любят наверное процентов 99 населения это хлеб из ржаной муки готовится он на закваске он невероятно вкусный и полезный на обед у меня сегодня будут листья салата 30 грамм твердого сыра с грецким орехом и две котлеты весом 150 грамм котлеты я готовила в аэрогриле из говяжьего фарша с добавлением лука кабачка и яйца ну конечно же немножко соли и специй и также будет кусочек ржаного хлеба вот совсем тоненький тоненький весом 20 грамм желаю всем приятного аппетита и встретимся за ужином вот такой вот красивый и очень вкусный ужин это налим тушеный с овощами порция у меня чуть больше 300 330 грамм 200 грамм рыбы и все остальное овощи рецепт такой рыбы у меня есть на канале если хотите приготовить также то посмотрите рецепт и приготовьте я вкратце сейчас расскажу какие ингредиенты кроме рыбы из овощей находятся в соусе здесь я использовала морковь сладкий перец лук сельдерей и фенхель добавила совсем немножко томатного сока протушила соус и рыбу абсолютно не обжаренную укладываю прямо в соус и тушу примерно 20 минут из пряностей добавила петрушку и укроп всем желаю приятного аппетита хорошего вечера и увидимся и а и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok